Вступление Украины 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 Их не покупают просто потому, что они дорогие. Это просто нерентабельно. И вот эти русские товары, русское сырье, оно просто теперь никому не нужно. Ситуацию уже признали в правительстве. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что из-за резкого роста курса рубля в России могут начать закрываться предприятия. Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт при текущем курсе, уже стала отрицательной, говорит он. И если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и о необходимости корректировки текущих производственных планов, сокращения объема производства. Ну, в общем-то, что в переводе означает, что многие предприятия в России скоро просто закроются. Упоротые российские имперцы так и не поняли главного. Не бывает величия безмощной экономики. Невозможно построить огромную могущественную империю, не имея при этом ничего, ни развитых технологий, ни какой-то мощной промышленности, которая могла бы обеспечить в том числе и свою собственную армию. В итоге мы видим позор. У них позор как на фронтах, так и во внутренней ситуации экономической в стране, потому что все валится. И уже понятно, что впереди нищета, социальные потрясения. То есть невозможно, не умея ничего производить, закупая на Западе все современные технологии, закупая на Западе все современное оборудование, при этом воевать с Западом, бросать ему вызов, кричать, что ты будешь побеждать все НАТО и так далее. Потому что это приведет к такой постыдной, позорной ситуации, с которой просто не будет хорошего выхода, как мы видим сейчас. То есть победа для Российской Федерации абсолютно исключена. Напротив, расплата за то, что они сделали в Украине, будет очень серьезная и очень тяжелая. И уже мы видим, что и российские власти потихоньку начинают признавать, что оказались они в весьма и весьма незавидном положении. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. Что мешает делать под другой вывеской те же самые бургеры и картошку? Да ничего не мешает. И так будет со всем. Да, они будут национализированы, будут выпускать те же самые фольксвагены, но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю, Буратино. Вот, и поедем. Субтитры создавал DimaTorzok